Рад приветствовать вас на канале ОМЗАП. С вами я, Роман. Сегодня мы находимся в токарном цеху и хотим поговорить немного о гильзовке блоков цилиндров. Причем, заметьте, не только корейских, а любых. И начнем мы с вами наш познавательный экскурс вот с этого вертикально-расточного станка. И как пример, у нас находится в ремонте двигатель G4KD. Итак, поехали. Теперь давайте немножко отключемся и поговорим о ремонте подобных блоков. Причем, заметьте, не только корейских, а любых производителей. Мы рекомендуем гильзовку блока, потому что завод не выпускает ремонтных поршней оригинальных. И, соответственно, мы используем в своей работе гильзы компании Автовель. Эта компания нас устраивает, во-первых, тем, что эти гильзы максимально приближены по своим свойствам к заводским. И у них минимальный разброс по размерам. И при расточке блока мы не растачиваем до конца чугунные гильзы, которые здесь изначально залиты алюминием, потому что технология подразумевает в этом блоке производства следующее. Чугунные гильзы вплавлены в алюминиевый блок, то есть это одна отливка идет. При ремонте мы чугунную гильзу заводскую оттуда не удаляем. Мы растачиваем под гильзу, а в гильзу уже вставляем оригинальный поршень, что позволяет нам сохранить посадку чугун по чугуну, что тем самым мы избегаем разницы теплового расширения между алюминиевым и чугуном, потому что у нас заводская, повторюсь, гильза остается также вплавлена в блок. А ремонтная гильза запрессовывается в оригинальную чугунную заводскую гильзу. И у нас получается посадка чугун по чугуну. А сейчас я хочу вам представить нашего лучшего специалиста по металлообработке Евгения. Скажи, пожалуйста, Жень, ты можешь любые блоки отремонтировать, включая Мерседес, БМВ, Ауди? Лучше перечислять те, которые мы не умеем делать. А я таких и не знаю. Тогда расскажи, пожалуйста, как происходит подготовка блока к ремонту. Вот есть гильзы. Достаем гильзу, обрабатываем на этом станке. Подготовка идет к запрессовке, чтобы у него и заход был гладкий. Как нам надо, мы сделаем качественно. Не просто так с коробки взял, вытащим и поставим. Все так думают. Бывает, она так и подходит, но не всегда. В любом случае, ты сначала проверяешь ее на токарном станке. Дорабатываешь до нужных размеров. До нужных размеров, да. И также блок ты подготавливаешь, правильно? Я тут вижу, уже ты без нас немножко его подготовил. Почистил. Почистил заход, чтобы все было прекрасно. Чтобы выставляться можно было. А теперь давайте включим станок и посмотрим, как выглядит процесс вживую. Кстати, спешу напомнить, если вы живете не в Москве, а в Московской области, либо в любом другом регионе России, вы можете отправить нам свой двигатель или блок. Мы его отремонтируем и отправим вам подробности. Звоните по телефону. Хотим обратить ваше внимание на процесс ремонта. Как видите, здесь цилиндры до росточки, до черновой росточки, кстати, потому что растачиваются у нас всегда в два этапа. Это цилиндры еще не расточены, с задирами, которые были в этом блоке, этого детская болячка. А вот эти цилиндры уже расточены под черновую росточку. Сделается это для того, чтобы сохранить качество поверхности, после которой блок отправляется на хонинговку. Сейчас мы закончили черновую обработку цилиндров и заменили резец, подготовились к чистовой. И здесь, кстати, хорошо видно разница материалов между алюминием и чугуном, что говорит о том, что мы сохранили чугунную гильзу оригинальную. Также хочу отметить, что есть второй подход к ремонту двигателя. Это установка неоригинальных ремонтных поршней. Вот точно также растачивается блок под ремонтные поршни, сохраняется гильза и туда устанавливается ремонтная поршница увеличенного диаметра. Но мы так не делаем, потому что не уверены в качестве неоригинальных поршней. Мы используем только оригинальные запчасти, которые позволяют после ремонта приблизиться к тем параметрам, которые заложены инженерами и разработчиками этого двигателя при сборке. Закончилась чистовая обработка блока. Давайте посмотрим, что там получилось. Здесь хорошо видно, что нам удалось сохранить оригинальную чугунную гильзу, которая была отлита вместе с блоком. Это видно по серебристому цвету алюминия и серому цвету чугуна, из которого изготовлена сама гильза. Такая технология позволяет нам запрессовать сюда гильзу с посадкой чугун по чугуну. Соответственно, для гильзовки мы используем гильзы разного диаметра и разного размера под разные блоки. Вот под блок, который Евгений сейчас растачивает, вот эти гильзы. Это уже подготовленные гильзы к запрессовке, это не подготовленные. Видите, одинаковый размер. Это гильзы немножко другого размера, поменьше, на это побольше. Соответственно, опять же, любой мотор может быть отремонтирован. Вот, на выбор, пожалуйста. Красота! Запрессовали гильзы в блок и одну даже успели подрезать для того, чтобы вы могли посмотреть, как это красиво все выглядит. И данная посадка чугун по чугуну обеспечивает отсутствие разницы теплового расширения, что обеспечивает долговечную и надежную работу двигателя на достаточно большом пробеге. И хотелось бы отметить один маленький нюансик, касаемый поршней. Итак, обратите внимание, если вы будете забирать блок из ремонта и в нем будут вставлены поршни, бегите оттуда. Так делать нельзя, потому что нормальные специалисты, такие как Евгений, изначально промеряют инструментом диаметр поршня и под этот диаметр растачивают блок, а уже в чистовую зазор и размер доводят на хонинговальном станке с помощью хона. Почему так делать нельзя, вставлять поршни, потому что здесь есть специальное покрытие, снижающее трение, и если его туда совать, в эти цилиндры, соответственно, его можно повредить, а потом клиенту, который купил эти поршни, оно будет как бы некрасиво отдавать поцарапанный и покоцанный поршень. Это неправильно. Еще хочу обратить ваше внимание, почему нельзя новый поршень вставлять в хонингованный блок, потому что материал бруска хона включает в себя мелкодисперсные частички алмаза, и если эта частичка попадет в мягкий алюминий и туда врежется, то, соответственно, при дальнейшей эксплуатации будет очень сильный износ, что повлияет негативно на ресурс двигателя, поэтому ни в коем случае так делать не надо. Вот это красота, вот это я понимаю хон. Скажем огромное спасибо Евгению за его доблестный труд. Вот как работают профессионалы. Ну вот мы и закончили хонинговку, и надеюсь показали вам основные моменты расточки, гильзовки и хонинговки блоков цилиндров, а вы пишите комментарии, будем рады их почитать. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и не забывайте привозить к нам совершенно разные двигатели, которые мы с удовольствием для вас отремонтируем. До новых встреч в эфире! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова